Анна Алексеева – почтальон с более чем 20-летним стажем. Ранее работала на Большой Земле, а теперь в Губкинском. Это она кладет нам в почтовые ящики письма и уведомления. Она обслуживает два микрорайона. Говорит, что писем иногда бывает очень много. День на день не приходится, всегда по-разному. Бывает и по 200 штук, бывает по 100, бывает по 50, по 30. Это как приходит к нам почта. Письма сортируются по микрорайонам и домам. Каждое утро новое поступление к респонденции. Ежедневно почтовый автомобиль забирает письма, бандероли и посылки со станции Пурпе. Привозим сюда центральное отделение, ночью разгружаем. Утром наши операторы перебирают почту. И мы развозим по отделениям. Пурпе, КСК и здесь два отделения. Седьмой и шестой микрорайон. Несмотря на простоту операции, выполняемых почтальонами, их работу нельзя назвать легкой. Из-за большого объема корреспонденции нужно быть максимально быстрыми. Иначе адресат не получит долгожданное письмо вовремя. Если приходят посылки, их надо оформить. Их надо опечатать. Их надо провести по машине. То есть полностью оплатить. Но это занимает определенное время. Если это не одна посылка, а несколько, то, естественно, это еще большее время. Коллектив почты периодически пополняется новыми сотрудниками. Приходят молодые, энергичные кадры. Так Сабира Азизова уже полгода осваивает новую профессию. Интересно было попробовать что-то новое. Я работала и в детском саду, но хотела попробовать и на почте поработать. Ну и осталось, понравилось. Флорида Скворцова, заместитель начальника Губкинского почтамта, говорит, что несмотря на век информатизации, люди письма отправляют. И услуги почты востребованы. Несмотря на то, что на сегодняшний день у нас интернет, сотовая, мобильная связь, люди, клиенты у нас, население в городе пользуются широко услугами почтовой связи. Мы принимаем посылки, выдаем посылки, принимаем заказные письма, принимаем электронные переводы, как внутренние, так и международные. Электронные письма – это, конечно, удобно и быстро, но всегда приятно взять в руки письмо от дорогого человека. И даже если близких людей разделяют тысячи километров, почта поможет почувствовать друг друга рядом. Алексей Бычаев, Сергей Парфимович, Новости Губкинского.